Здравствуйте! Мы учащиеся в первой гимназии. Мы хотим вам вручить эти письма, прочитав их, чтобы вы скорее поправились. Для пациента больницы Александра Жданова сегодняшнее утро началось необычно. Вместо людей в белых халатах к нему пришли воспитанники сочинских школ и не с пустыми руками. Ребята молодому человеку пожелали скорейшего выздоровления, подарили познавательные книги и вручили письма доброты. «Очень приятно, если честно, то, что наша молодёжь, вот это вот поколение, то, что видно, то, что они заботятся о старших и хотят, чтобы меньше людей попадало в больницу». Письма добра и книги сегодня получила и Татьяна Сухорукова. Гостей она сегодня не ждала, но, увидев в своей палате школьников, была приятно удивлена такому вниманию. «Неожиданно, очень приятно, потому что находишься в таком положении и такие случаи неожиданно для всех, наверное, каждое заболевание, любого человека с любым заболеванием, это неожиданно и неприятно. И, естественно, когда попадаешь в такую ситуацию, ты больно и горько, это очень приятно». Акция «Почтовые пункты доброты» – новый для города социальный проект. Он стартовал в начале ноября. За первые дни удалось собрать несколько сотен писем, и каждое послание нашло своего адресата. «Суть этой акции заключается в том, что в каждом образовательном учреждении устанавливается почтовый ящик, который любой желающий, любой школьник города Сочи может опустить письмо, адресованное пациентам сочинских больниц». Когда все письма нашли адресата, ребятам провели экскурсию по лечебному учреждению. Школьники даже побывали в кабинете главного врача. «Часть из них станет докторами, которые в последующем кто-то вернется в свой родной город оказывать помощь и работать врачом, кто-то уедет в другие города». По словам организаторов, акция «Почтовые пункты доброты» станет ежегодной.